еще раз здравствуйте мои дорогие у меня две фотографии тоже артурчик маленькие действия происходят на таирова бывшие квартире вот там где мой отчим получил трехкомнатной и действие происходит на кухне смотрите два разных стульчика значит первый стульчик вот этот и вот второй значит до ожога что было моя мама уронила артурчика головой вниз вот вставляйте ой слушайте вообще не смешно это было до ожога я вообще ей не доверяла вот не доверяла артура это был ну вот я мог я точно помню разы именно когда вот я ее что-то попросила это я даже будут вообще потеряла веру в нее именно в то что она что-то слышит вот или последует вот именно вашему указанию выполнит вашу волю она не выполнит вашу волю на выполнить свою волю она очень своевольная женщина значит что произошло видите этот стульчик и видите вот что все артур вот артурчик здесь весь перевязан вот такими вот привязан именно как эти вот такие вот длинные как веревки в общем моего артурчика можно было в детстве назад назвать круть-верть а вот а по рассказа моей матери она была очень спокойно вот ее куда посадишь там она и сидит мой артурчик так его назвать нельзя было назвать он у меня был круть-верть он ни секунды не сидел спокойно вообще то есть абсолютно а так вот я его держала во все время или на руках или вот на бедре потому что он был очень любознательный и вот время любил вот так вот наблюдать и и смотрите вот быть в курсе всего я не помню кто вот обидал этот первый стульчик но в общем впереди у него не было крепление не было столика это было очень опасно для вот для ребенка каким образом я его все время привязывала в тот раз я его посадила на стульчик моя мать стояла рядом и мне что-то надо было выйти вот из кухни в большую комнату мать стояла рядом и я сказала держи его и пошла в комнату выхожу с двери оборачиваюсь и она говорит начинает отвечать ничего ему не будет в это время он падает он не был привязан и он не был возле стола он падает я вижу как он пилотирует вот но это до ожога было головой об цементный пол ну там цемент там линолеум а линолеум его не был у ивана а вот представьте я подбежала к артуру я очень боялась что вот он упал прямо вот так вот резко я боялась чтобы он себя шею не свернул вот ну вот он ударился до после этого я не помню как я отреагировала вот на мать и а вы знаете я себя долго очень сдерживала и вот не высказывала именно так а не знаю наверное это сказывалось потому что вот при ребенке чтобы не орать потому что орали же всегда при мне вот это меня очень пугало именно вот в детстве то что на меня они они орали между собой когда я была маленькая там бабушка дедушка между собой орали мама орала на на дедушку мама орала на бабушку вот они между собой время орали я слышала с время этот ор не хор я не хор и слышала а я ор они орали вот дико орали и да так вот после этого стульчика иван значит кто-то там вы тоже из знакомых дал вот этот стульчик он уже был со столиком и смотрите как я его сажала я его сажала задом наперед в этот стульчик то есть у артурчика здесь ноги вот он сидит довольно знаете отчего он такой довольный я новую научила его говорить артур сделай глазки у него раскосые глаза как у котика вот именно как у котика у нас котик потом мальчик был беленький и у него были такие же раскосые глаза и вот как вот дому котика так вот именно я его научила вот стоило мне сказать артур сделай глазки вот он выполнял мгновенно так вот так вот делать как у китайца вот это он так делает глазки вот такое вот довольное лицо вот у него тут вот эти вот и ножки вот здесь вот торчат это уже а вот эта фотография то после ожога а после ожога что вот с этим чайником который я показывала у меня артурчик я не могла его он не мог лежать не мог успокоиться он вообще не мог лежать вот на горизонтальной площади он он у меня где-то около месяца где-то недели три спал сидя вот в той колясочке желтая зонтик что наташа дала одноклассница после своего жене да я его так держала несколько недель и конечно мучение для меня и для него но он мог спать его только вот в такой позиции а вот сидя пока у него ножка не зажила именно ножка зажила вот под вот конечно славлю господа и вот благодаря этому лекарству которое посоветовал давным-давно дядя игорь или он и по или пользовался но вот оттуда пошел совет именно от от игоря и вот так вот он говорил я ему научила артур сделай глазки такой довольно очень такой был любознательный шустрый и не на секунду нельзя было оставить он у меня была круть-верть вот именно круть-верть вот круть-верть это кто круть-верть и это артур чик насчет моей мамы она в детстве была очень спокойная для меня она я ее не видела спокойной вообще никогда я ее помню круть-верть именно круть-верть вот как крутится как вот на сковородке как ошпарено я не я не хочу обидеть я вам передаю свои впечатления вот постоянно вот так вот как юла вообще непредсказуемая куда вот юла вот ускачет доверить не ребенка вообще ничего я вообще вот не могла а причем огрызалась вот постоянно если вот я попросила один раз попросила держи его ничего ему не будет он пилотирует вот спилотировал головой после этого каждый раз если мне надо было уезжать в институт я я уезжала без вот без артура я могла уйти только в институт на эти лекции я заочно училась в нархозе но там надо было приходить какие вот лекции некоторые она отрабатывать отсиживать и вот я знаете молилась вот и честно хоть это мини верующая была ну вот но создателя создателя я уже знала потому что вот он ответил на мои молитвы когда вот убрал температуру в роддоме но имя я не знала и иисусу христу я не не преклонялась иисусу христу я не молилась я не понимала роли иисуса христа вот именно и у меня в голову не укладывалось как вот человек который вот и был стопроцентной исторической личностью как он может быть именно господом тоже вот мой мозг этого не понимал и сейчас слава богу вот до меня дошло все это вот уже прошло через меня это приняла именно иисуса как спасителя и вот насчет крути верти вот так он у меня было действие круть-верть вот вообще очень долго очень очень долго вот такой вот он был круть-верть а свою маму вот она сейчас круть-верть и мною она крутила крутила и всегда вертела когда хотела и вот вытворяла что хотела именно со мной имела полную власть надо мной но сейчас я сказала стоп